Работают и днём, и ночью. Около ста человек трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, между Вилоновской и Красноармейской и в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. Здесь идёт вынос переустройства всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий и других сетей. В результате передислокации обновлённые коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро там, где в будущем будет станционный комплекс. При этом минимизации неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр оперы и балета и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. Разные сети имеют разные даты завершения работы. Мы к ним стремимся в ежедневном режиме. Проходят производственные совещания, на которых снимаем напряжение, решаем проблемы. Подрядчики настроены на то, чтобы выполнить срок. Если на что-то конкретно обратить внимание, то это строительство напорного водопровода. Сложность осуществляется в том, что единовременно нужно будет обеспечить 12 врезок одновременно в сутки. Вот в этом будет сложность. Это у нас планируется на работы завершающего этапа. С выносом всех сетей на площадках строительства в районе улицы Галактионовской и в ближайших скверах специалисты намерены справиться до конца текущего года. При производстве работ зеленые насаждения сохраняют. Пересажено порядка 40 молодых деревьев. На пересечении Новосадовой, Самарской и Полевой в первую очередь также предусмотрены работы по выносу коммуникаций. Это необходимо для дальнейшего переустройства кабелей связи ливневой канализации водовода. В частности, для выноса водовода на объект завезли пластиковые трубы. Они, как и все сети, проходящие под автодорогой, будут защищены футляром. Трубу проложат в металлическую гильзу, а пока здесь завершается демонтаж существующего покрытия проезжей части. Идет разработка траншеи, демонтаж плафонов, системы освещения и недействующих сетей. Текущую ситуацию по строительству обсудили с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина на совещании, которое прошло в мэрии. Его провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Они синхронизированы закрыли как раз на эти полтора месяца или 39 дней для того, чтобы все работы провести в эти сроки и потом дальше второй этап будет. Именно подготовка для того, чтобы делается по опусканию счета. После перекладки сетей в районе перекрестка Полевой и Новосадовой предусмотрена стыковка тоннелей действующего и нового. В связи с этим сейчас движение организовано в объезд участка. В том числе зону метростроя объезжает общественный транспорт автобусы восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, скорректирована работа светофоров. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.